Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами начинаем наш курс по ораторскому искусству. И сегодня мы поговорим с вами о том, как интересно и доступно доносить. И на самом деле, все, что мы будем изучать с вами в этом курсе, это простые технические приемы, которые вы легко можете повторить. Например, доступным ваш материал делает, например, активный рот. Вы видите, что я сейчас говорю и обращаю большое внимание на то, чтобы артикулировать свои слова. То есть, первое, я хорошо артикулирую. Для этого вам очень важно перед тем, как вы начинаете свое выступление, размять рот. Поделать упражнения, очень простые, просто подвигать губами. Так, чтобы мышцы рта вы почувствовали, чтобы они устали. И тогда ваши мышцы рта становятся активными. И то, что вы говорите, становится более отчетливым. Например, если я буду говорить вялым ртом, таким еле открывающимся, вы заметите, что информация, которую я доношу, как будто становится менее внятной. Итак, первое правило – активный рот. Второе правило ясного донесения, материала – это жестикуляция руками. Когда вы будете делать домашнее задание, я попрошу вас держать руки перед собой и как бы вкладывать то, что вы говорите, в вашего слушателя. Помогать себе руками. И третий пункт, который сделает ваше выступление еще более внятным и интересным – это создание атмосферы. Очень важно перед тем, как вы начнете рассказывать свой материал, свою информацию, создать атмосферу. Например, допустим, я говорю о вилке. О вилке. Если я просто буду говорить о вилке сразу, рассказывать вам про вилку, что вот вилка, у нее есть четыре зубчика, эта информация не так хорошо зайдет, как если сначала я создам атмосферу. Например, давайте я создам атмосферу загадочности. Друзья, это не просто вилка. Это очень необычная и мистическая вилка. Дело в том, что когда-то этой вилкой ел свою еду сам. Ну, вы понимаете, это была, например, у нас загадочная атмосфера. Или давайте создадим атмосферу легкости. Ха-ха, это вилка. Представляете, вот просто, казалось бы, просто вилка, обыкновенная вилка. Но, ой, такая история с ней произошла, веселая. Или давайте, например, создадим атмосферу. Патетическую атмосферу давайте создадим. Эта вилка, не просто вилка. Эта вилка когда-то помогла мне спасти жизни многих людей. Вот видите, вам уже становится интересно, потому что я не просто начинаю с информации. Я начинаю с эмоции. И эмоция готовит слушателя к восприятию вашего материала. А сейчас домашнее задание. Напишите, пожалуйста, 10 разных атмосфер про свой продукт в порядке убывания. Например, вы считаете, что ваш продукт мистический, или ваш продукт таинственный, или ваш продукт красивый и возвышенный. Вот вы пишите. Атмосфера возвышенности. Второй пункт. Менее подходящая. Например, нежная атмосфера. И дальше я попрошу вас создать 10 разных атмосфер про ваш продукт. То есть рассказать о вашем продукте, это может быть очень коротенькие зарисовки, буквально каждое на 5-10 секунд подберите слова, которые подходят под атмосферу. Итак, ваша задача в 10 разных атмосферах сделать затравку, сделать такой вход, подготовку вашего слушателя к тому, что вы будете обсуждать ваш продукт. Помните про активный рот, помните перед выступлением размять рот, и помните о том, чтобы помогать себе руками. Сделайте это упражнение, пришлите мне видеоотчет, я дам вам обратную связь, и пойдем дальше. И мы пойдем с вами дальше, в такие интересные дали и нюансы ораторского искусства, что вы просто будете невероятно поражены. Спасибо. Спасибо.